Значит, вы поняли, в основном, конечно, это его деньги, потому что, судя по его костюму, он человек не бедный, но государство тоже, видимо, что-то дало. Сказать, well, an registration is for government money. Not all. Not all. Значит, тоже не все, оказывается, заплатило правительство. Весь проект стоит 5 миллионов евро, 1 миллион for government. 1 миллион. Значит, 1 миллион дало правительство и, видимо, какие-то официальные структуры. Администрация. О-о-о-о. Поэтому сейчас, видимо, придется фестивалю продать цирку. Если у кого-то есть желание перекупить жирону, то, я думаю, прямо сейчас можно поговорить. Есть ли еще какие-то вопросы? А кто сотрудники? Кто вообще все это помогает сохранять, содержать, приватить в порядок и так далее? Потому что такое обшипываемое влияние будет получать. И все желают проводить работу, прежде чем его выставлять. Значит, конечно, есть 7 человек, которые этим занимаются. Значит, каждый из этих людей занимается каким-то своим направлением. Кто-то официальный, но для того, чтобы не запутаться. И с 5 и 10, вы всегда, с 12 лет, начинаете коллекционировать. И сам он тоже один из крупнейших коллекционеров в Европе. Он в 12 лет собирает материалы по цирку. Поэтому я ему безумно завидую. Совсем недавно он купил 75 килограммов советских и российских книг по цирку. Это большой перевеск. Поэтому... И поскольку в цирке любят троицу, третий вопрос. От МИАФа. Феферия Валентина, вы меня спасли. Когда планируется открытие выставки в музее? Первый, первый, как бы, перед? Первый запуск. Будет частями. The idea will be open. I will hope to open before next summer. Because Mizzouli is a very interesting place with more than 1 million visitors each year. But, of course, especially during the summer season. From April until September. And we don't know exactly the date for the opening. Because it's a lot, a lot, a lot of reconstruction. It's very hard work. And not just for us. It's not ready. It's ready. No, it's not ready. Значит, это несколько залов. Оказывается, еще не все. Закончено. Они планируют к лету. Потому что около миллиона туристов в этот маленький городок приезжает. Конечно, они хотели бы открыть это к туристическому сезону. Но они держат пальцы крестом. Что у них это получится. Потому что еще очень много работы. Какие-то, видимо, части зданий еще не до конца реконструированы. Плюсом, естественно, надо сделать экспозицию, что тоже занимает определенное время. А, и у меня есть хорошая вопрос. Если это бесплатно для человека или нет? Ну, конечно, нет. Мы не можем сказать. Мы не можем сказать. How much? Моргленно, general ticket will be 5 евро. And for pension? For pensioner? For pensioner, my series. Окей, thank you. Значит, билет будет стоить около 5 евро, что на самом деле для музея вообще ничего. Насколько я знаю в Европе. Пенсионеры и члены профсоюзов цирковых деятелей России приглашаются в музей бесплатно для музея. Ну, и, конечно, личный вопрос от меня. Просто вот, how? Как вы можете сделать это? Как вы можете сделать это? Но это моя любовь и много работы. Это комбинация. Для нас, в Европе, в Европе, в Европе, в Европе, это очень хорошая ситуация. Ну, и, конечно, вопрос, который меня взволновал в самом начале. Как ему удалось вообще все это сделать? Да, я помню, Юрий Александрович, я вижу вашу руку. Он сказал, что они занимаются этим проектом более 20 лет, потому что то помещение по хранению материала уже не выдерживает того объема. И, естественно, был подключенный правитель свой гаверон. Поэтому вот это для них часть победы сейчас, что они все-таки смогли у них в этом маленьком городе взять вот эти два огромных здания, на мой взгляд, и сейчас они доделают его господиции. Юрий Александрович, Сочков, будьте любезны. Вам дать микрофон? Хорошо, нет, я знаю, у вас хорошие поставленные голосы. Я бы хотел задать такой вопрос. После вот такой нашей шикарной встречи, вашей презентации, не хотели бы вы пригласить в члены жюри председателя союза церковных деятелей России? Ну, это фантастическая вопрос. Это хорошо, что вы понимаете? Да. Так. Так. Может быть, это хорошая идея для следующей встречи? Это не так, но это не так. Это не так. Это не так. Спасибо большое. Да, он уже это понял, записал, мы это продискутируем. Я думаю, что вы хотели себя предложить, поэтому я бы, конечно, баллотировал в этот момент. Маленькая поправка. Председатель союза церковных деятелей является одним из лучших одессим и лучшим жонглером мира. Спасибо. Юрий Матвеевич Кукки из Дуров династии и музея. Он занимается музеем. Он говорит, что Беляу – лучший из лучших. Из лучших. Из лучших. Из лучших. Из лучших. И в стране очень важно, потому что в стране был два раза. в Испании, в конкретной политике, из российских сервисов. В 17-19-19-19-19-19-19-19-19-1919. Я думаю, что он был в Испании. Я думаю, что приглашение, скорее всего, последует. А по поводу лучшего из лучших, я еще был… Я помню, когда вы еще пели, называется. Я был маленьким. Когда работал Беляу, все первые три ряда были заняты девушкой. Потому что, когда он делал кульпитик, лежал и жонглировал три палочки, девочки вздыхали. То есть это был… Палочки и жонглировали. Нет, это… Но… Просто, как перевести булавы, я не знаю. А палочки я могу перевести на испанцы. Следующий фестиваль. Следующий фестиваль будет особенным. Потому что они будут отмечать 50-летие первых гастролей советского цирка в Испании. Потому что вы знаете, что во Франции было гораздо раньше. Но господин Франко очень любил цирк, но очень не любил Советский Союз. Поэтому в Испанию наши люди попали чуть позже, когда уже Франко было все равно. И я думаю, что в свете того, что это 50-летие, возможно, да, многие приедут. Я ещё работал при Франко. Я знал одну даму, которая уже почила. Она сказала, что она работала в Перлине в 43-м году. В 73-м году ещё был Франко. Но не было Советского посольства никаких вообще. Не было отношений с Россией. Он сказал, что он работал в 73-м году. Да, конечно. Второй раз в Москве в Испании. Первый раз в 73-м году. Второй раз в 73-м году. В 2023 будет 50-летие. Значит, 50-летие юбилей первых гастролей. Потому что первые гастроли были в 70-м, а Дрей Николаевич поехал в 73-м. Да. А Франко живой ещё был, да? Да. Надо почитать YouTube. И королевская семья пришла сын. И royal family coming to Sarkovsky show. Да. И это очень важно. Это было очень важно для Испании и для производства церкви. В России ремонтировали в Сирию. И было гораздо лучше. Потому что в Франции, например, Да, и он говорит, что, конечно, культура советская и культура цирка была очень востребована в Испании, просто какое-то время не могли попасть. Но вот, хоть и Франко был жив, но уже постепенно советский цирк стал проникать и туда. И Филатов был в первой программе, и это было, конечно, потрясающе для испанцев. Ну что ж, я думаю, мы больше не будем мучить вопросами, и перейдем, наконец-таки, к главному, ради чего мы все здесь сегодня и собрались. Это передача экспонатов в музей. Где этот? И я хотел бы пригласить сюда на сцену Евгений Белевов. У вас все наверху, да? Значит, а мы уже приготовили вам ответный подарок. Спасибо. 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 Спасибо.